Смотрите, еще раз представлюсь, Мария Грачева, Mail.ru, Cloud Solutions. Я отвечаю как раз за направление частных облаков, и сегодня предыдущие спикеры уже много раз затронули эту тему. И здесь, наверное, мы можем сказать, что про частные облака мы знаем все, и не только про частные, но и про обычные. Почему-то у меня не перескакивает презентация. Еще раз. Продолжение следует. Если вы сможете, Евгений, да. Давайте попробуем. Насколько видно и не мешают ли мои открытые окошки? Да, все видно. Следующий слайд. На самом деле, что представляет компания Mail.ru сегодня, это холдинг, который включает уже более 140 независимых друг от друга автономно функционирующих проектов. Среди ключевых наших проектов, наверное, стоит отметить, это почту, да, старую добрую Mail.ru почту, это решения для бизнеса, это e-commerce площадки, такие как Pandao, AliExpress, это социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. И, конечно же, большой блок это игры. Сейчас появляются новые сервисы, такие как CityMobile, Delivery Club. И, собственно, для того, чтобы обслуживать все эти высоконагруженные проекты с миллионными пользователями, аудиториями, нам пришлось создать мощную инфраструктуру, на которой наши сервисы базируются. И сегодня мы работаем на 10 дата-центрах, размещаем свои решения. У нас тысячи петабайт исходящих данных, у нас в парке оборудования более 60 тысяч, сейчас уже, наверное, более 80 тысяч физических серверов. И, разумеется, чтобы это все функционировало бесперебойно и обеспечивало необходимую отказу, устойчивость и производительность, мы приняли для себя ряд решений технологических, которые внедряем самостоятельно, либо используем какие-то собственные наработки, либо наработки, которые, то, что мы называем OpenStack. И когда мы говорим про наше движение, то есть в интернет-индустрии, то есть мы очень сильно зависим от аудитории, поэтому слово трансформация для нас это далеко не пустой звук, поскольку мы живем в быстро меняющемся мире, и каждое промедление или неотслеживание тенденций текущих рынков, оно грозит нам потерей прибыли, потерей нашей аудитории. Поэтому мы для себя отметили, что такое трансформация для нас, и для нас это процесс непрерывный. То есть нельзя сказать, что такое трансформация началась в январе текущего года, а у нас закончится через три года. То есть для нас это процесс непрерывный. Следующий слайд. Что же из себя представляет цифровая трансформация и как мы ее видим? Разумеется, это всегда рост производительности. Для этого мы в компании создаем цифровые конвейеры. То есть каждая новая технология, которая приходит на российский рынок или которую мы можем сами разработать внутри компании, либо взять как бестметод с европейского рынка, мы обязательно используем, тестируем, тестируем гипотезы. И в случае успешного пилотирования, тестирования, мы запускаем масштабные проекты. Задачи снижения издержек никто никогда не отменял. То есть вместе с ростом производительности у нас всегда встает вопрос, а какими средствами, какой ценой мы это достигаем. Поэтому для того, чтобы снизить издержки, мы для себя приняли решение, что это будет всегда внедрение гиперконвергентных систем. Мы отказались практически полностью от классической инфраструктуры, за исключением некоторых проектов, которые требуются классической инфраструктуры, как легаси требования от производителей программного обеспечения. И, конечно, мы научились экономить на масштабе. То есть для того, чтобы поддерживать все наши проекты, допустим, обеспечивать безопасность, нам гораздо легче сейчас и дешевле стало организовывать их на одной единой платформе. Естественно, мы ориентируемся на то, какими данными мы обладаем и отслеживаем данные и показатели каждой системы, каждого проекта в режиме реального времени. Поэтому все принимаемые в компании решений, они такие, то, что называется на английском языке data-driven, data-driven decisions. Когда мы сначала смотрим на текущие показатели, в зависимости от этих показателей мы принимаем решения достаточно быстро. Очень часто решения мы делаем автоматизированным в случае отклонения тех или иных показателей в бизнес-процессах. И, конечно же, оптимизация бизнес-процесса вообще сложно представить какие-то мощные интернет-площадки, которые бы были сопряжены с некими бюрократическими процессами в организации. То есть мы практически полностью уже отказались от подобных процессов. Мы быстро реагируем на изменения, быстро предоставляются ресурсы, быстро ведется учет и мы быстро прогнозируем то, что может случиться в ближайшем будущем. То есть с краткосрочной и среднесрочной перспективой. И, разумеется, задача мы видим не только для себя, как компанию интернета и гиперскейлера, а в том, что требуется растить экспертизу. Требуется растить экспертизу и в области IT, и в области маркетинга, и в области продаж. Евгений, дальше. Соответственно, приняв для себя некие стандарты технологического развития, некие платформы, на которые мы базируем всю нашу инфраструктуру, мы решили пойти дальше и подумали, почему бы нам не делиться с нашими коллегами из других сегментов нашими наработками, которые уже проверены в течение 20 больше лет. И мы, сначала создав для себя облачную инфраструктуру и облачную платформу, но при этом отрезав все сложные какие-то узко специализированные настройки, присущие для интернет-проектов, мы предлагаем облачную платформу сейчас для более широкого потребителя корпоративного. И мы работаем и с банковским сектором, и широко мы работаем с ритейлом, и с промышленным сектором, с страховыми компаниями, и сложно сейчас представить, из каких отраслей клиентов у нас на площадке нет. Соответственно, мы создали такую облачную платформу, которая позволяет централизовать ресурсы клиентов, ускорить запуск новых продуктов, сократив тем самым time-to-market, и использовать наши наработки, экспертизу наших инженеров для того, чтобы делать то, что называется, прорывные проекты. Далее. Помимо того, что в компании есть публичное облако, которое уже функционирует порядка пяти лет, три года назад мы сделали еще одно решение для тех клиентов, которые по разным причинам не готовы переходить в публичные облака. Чаще всего это требования отделов информационной безопасности, которые предполагают, что чувствительные данные обязательно должны находиться в периметре клиента, то есть на собственных серверах. Поэтому мы создали историю производную, то есть источник и исходные коды, они все равно относятся к публичному облаку, но мы создали продукт в виде программного обеспечения, дистрибутивов программного обеспечения, которые устанавливаются на собственное оборудование заказчиков внутри их цодов. И таким образом заказчик получает точно такое же облако по функционалу, которое есть у публичных провайдеров, но в своем собственном периметре для использования внутренними подразделениями. Далее. Идеальная инфраструктура, инфраструктура мечты, которую, пожалуй, мы сейчас мало у кого наблюдаем, но которой хотят стремиться все наши клиенты. То есть есть внутренний контур компании, и компания создает в внутреннем контуре частное облако Private Cloud, которое в дальнейшем может масштабироваться как внутри, но также может иметь некий шлюз с другими облаками. То есть, условно, у вас есть какое-то количество серверов, на которые вы устанавливаете программное обеспечение и имеете свое частное облако. Однако ваши проекты растут, количество данных растет, количество пользователей на платформе растет. И в какой-то момент вы понимаете, что все, мы пришли к какому-то тупику, либо нужно закупать постоянно новое оборудование, масштабироваться, либо можно, собственно, облегчить этот процесс и какие-то проекты, например, в области разработки и тестирования вынести в публичное облако. И сейчас это становится возможным. Таким образом, вы видите в своей консоли и те ресурсы, которые есть в контуре компании, и те ресурсы, которые вам доступны у публичного провайдера. Это называется решение гибридным облаком. И, собственно, это та модель, которой сейчас тренятся практически все наши крупные корпоративные клиенты. И мы готовы такую модель обеспечить. Далее. Что из себя представляет вообще, что будет то публичное или частное облако? То есть это абсолютно идентичный набор сервисов, который можно подразделить на три основных пилора. Это серверы, сами серверы, виртуальная инфраструктура, которые базируются на гипервизоре КВМ. Исходные дистрибутивы, на основе чего мы создали эту инфраструктуру, относятся к OpenStack. Вообще говорят, что Mail.ru, она такая компания OpenStack по своему ДНК. Что это означает? Что очень много в исходных кодах наших решений, в исходном наборе технологий наших решений, лежат либо OpenSource, либо OpenStack технологии. Но никогда у нашей компании не было такого, чтобы мы использовали это как есть. То есть дальше компания выбирает ветку собственного развития технологий. И сегодняшние компоненты нашего облака, оно действительно исходит из версионности OpenStack 2017 года. Но с тех пор уже произошло очень много преобразований, и мы предоставляем данный продукт для клиентов как собственный. Итак, возвращаясь к серверам, к серверным компонентам EAS части. Это серверы на базе гипервизора КВМ. Это дисковые хранилища, блочные HDD и SSD диски. Также мы создали свое собственное S3 объектное хранилище. Это плоское хранилище для хранения таких медиафайлов, видеоизображений, картинок и так далее. Особенно это актуально для тех компаний, которые имеют собственные маркетплейсы, где критично время отображения контента на экране. То есть такое хранилище гораздо удобнее использовать, чем традиционное древовидное. Мы используем, пользуемся тройной репликацией данных. Это уже наша технология для обеспечения отказа устойчивости. Для того, чтобы данные клиентов ни при каких обстоятельствах никуда не потерялись, никуда не ушли, не трансформировались. То есть мы делаем тройную копию этих данных, используя серверы SDS, то есть Software Defined Storage, если расшифровывать. У нас сразу же в базе встроено программное управление сетью. То есть пользователь, администратор облака может настраивать балансировщики нагрузки, может создавать отдельные группы ИБ, может создавать бесконечное количество внешних IP-адресов, DNS. Собственно, это все доступно из коробки. То есть я сейчас рассказываю именно про коробочное решение. И, разумеется, такие важные элементы, как бы копирование и дизастер-рекавери, точно так же, как в публичном облаке, это можно обеспечить и на платформе частного облака. Следующая часть пилар – это сама платформа PaaS-сервиса. Сюда относятся наши любимые и часто используемые всеми сервисы Kubernetes. На самом деле Mail.ru сейчас на российском рынке является единственной компанией, которая плотно сотрудничает с Cloud Native Foundation. Foundation – это глобальная организация, которая занимается развитием как раз контейнеров и технологии Kubernetes. То есть мы создаем свои новые инструменты, свой новый функционал и, собственно, делимся с глобальным сообществом нашими наработками. Наши контейнеры являются автомасштабируемыми. Что это означает? Допустим, у вас есть какое-то приложение, цифровое приложение. Оно в какие-то периоды времени может иметь большой наплыв трафика. И в обычной классической инфраструктуре, когда приложение развернуто просто на виртуальных машинах без использования контейнера, может произойти такое ЧП, как ошибка 404 на экране пользователя. Это говорит о том, что сайт имеет действительно большой наплыв трафика, но не может масштабироваться, то есть не справляется с нагрузкой. Что позволяет делать контейнеры? Идет большой набор прилив трафика, контейнеры масштабируются, вырастают до тех размеров, которые заданы администратором системы, и после того, как трафик уходит, они снова сжимаются. Далее, базы данных. То есть у нас преднастроенные и уже интегрированные с виртуальными машинами базы данных. Это PostgreSQL, MySQL, ClickHouse, MongoDB, Redis. И сейчас добавился еще такой, такая новая база in-memory, база данных Таранту. Возможно, многие из вас про нее слышали. Это база данных для быстрой обработки всоконагруженных приложений, которая обеспечивает до 5000 операций на ядро процессора в секунду. То есть это достаточно много, то есть в производственных масштабах, собственно, это близко к бесконечности. Бигдата и промышленный интернет вещей. У нас также есть на платформе уже преднастроенные сервисы, кластеры Хадупа. То есть это продукты Apache, Apache, Hadoop, Spark, Kafka. И сейчас к этому блоку я бы отнесла и аналитическую базу данных Arena Data, более известную как GreenPlan. Мы тоже ее внедряем в периметр частного заказчика на ряду с другими нашими сервисами. И платформа интернета вещей, в ядре которой находится та самая база Таранту, которая позволяет собирать данные с датчиков, сенсоров, камер, всего что угодно, преобразовывать это в единый протокол, который умеет считывать наше ядро. И дальше на основании определенных заданных правил либо давать обратное действие на сторону датчиков, либо получать и визуализировать данные, которые вы собираете в режиме реального времени. А также строить предиктивные модели. А что будет, если? И давать какие-то алармы в случае, допустим, если скоро будет спрогнозирован выход из строя какого-то узла оборудования или сборочной линии или что-то подобное. У нас есть еще машинное обучение, то есть это место дата сайентистов. Если в организации есть необходимость создания такого сервиса, использования нейронных сетей, обучения нейронных сетей, то мы также это можем делать и предоставлять на нашей платформе. На самом деле очень много, вот за период ковида, к пандемии к нам приходило очень много медицинских компаний из медицинского сектора, которые использовали наше GPU как раз для обучения своих сетей, распознавания ковида на флюорографических снимках своих пациентов. То есть в таких задачах тоже к нам приходили клиенты и очень большое количество мы не отказывали. И третий блок, это как раз тот самый SaaS, вот предыдущие спикеры от компании, Мегафон и Шнайдер Электрик, они как раз рассказывали про свое ПО, которое абсолютно легко может быть интегрирован в этот маркетплейс и по сути разворачивается из коробки. По умолчанию мы предоставляем свои собственные сервисы Mail.ru в маркетплейсе, это средства для разработчиков, GitLab, Jenkins, Nexus и так далее. Клиент может туда устанавливать свое собственное программное обеспечение, которое чаще всего используется в компании. И, соответственно, мы предоставляем туда сервисы партнеров из самых разных областей, из логистики, из промышленного интернета вещей, маркетинга и так далее. И в базе всего и всей этой истории, конечно же, находится безопасность, потому что бессмысленно идти к корпоративному заказчику, если мы не обеспечиваем такие базовые потребности, как SSH-ключи, как единый вход, как антидидоз, как шифрование сквозное. Поэтому все эти вещи, они у нас есть непосредственно в коробке. Евгений, далее. Я рассказала, что у нас есть под капотом, то, что называется. Но системные администраторы и пользователи видят совсем другую картинку. То есть они видят интерфейсы, в левой стороне которого обозначены все доступные сервисы, которые выбираются заказчиком для размещения в частном облаке. Далее пользователи внутренние видят, сколько ресурсов ему предоставлено, какие квоты у него есть, сколько используется, какие у него созданы виртуальные машины, с какими сервисами. И что немаловажно, если компания захочет создать такой свой собственный корпоративный формат Pay as you go, неважно, в каком виде тарифицируется CPU, в каком виде тарифицируются диски, то есть может быть в каких-то внутренних фантиках или коинах или в рублях. То есть заказчик внутренний будет видеть, сколько у него есть денег или коинов или чего угодно на балансе, сколько он уже израсходовал, сколько у него осталось. И таким образом применение такой системы биллинга по отношению к внутренним заказчикам позволяет их, в общем-то, дисциплинировать. Далее. Как организована архитектура частного облака? То есть в частном облаке мы используем дублированную инфраструктуру, которая создается из абсолютно идентичных кластеров. Это маршрутизаторы и другое сетевое оборудование, которое принято в компании. Это вычислительные серверы на базе гипервизора КВМ. Это различные хранилища системы хранения данных, то есть традиционные сходы, а также SDS, как я уже сказала, это Software Defined Storage, который обеспечивает тройную репликацию данных, объединенные в кластеры. И подобные кластеры могут быть развернуты на любое количество ваших цодов. То есть если у вас есть несколько цодов, это может быть, соответственно, несколько availability зон, которые можно далее использовать либо по умолчанию, когда пользователь заходит и выбирает какие-то ресурсы, ему предоставляют ресурсы в конкретном цоде, он может выбрать, в каком цоде он хочет взять ресурсы, в зависимости, может быть, от измененных конфигураций или каких-то специфических конфигураций для его проекта. Либо он может выбирать ресурсы по умолчанию, тогда система сама идентифицирует, в каком цоде больше доступных ресурсов и, соответственно, создает виртуальные машины там. И, как я говорила, все это еще дополнительно можно объединить с публичным облаком. Кроме того, использование частного облака на базе OpenStack и на базе гиппевизоров КВМ абсолютно не означает, что заказчики должны отказаться от текущей системы виртуализации. Очень часто мы встречаем такие истории, как в ЦОДах присутствие VMware, в текущих системах виртуализации. В этом случае мы можем обеспечить даже интеграцию с этой системой на уровне единого входа, на уровне единого входа, то есть single sign-on. Это не означает, что из одной консоли заказчик сможет выбирать потом другие, то есть ресурсы в облаке VMware. Нет, он будет их просто видеть, он будет понимать, в какой системе виртуализации, в каком облаке у него есть какие доступные ресурсы и, собственно, системные администраторы могут потом благополучно распоряжаться. Евгений, далее. Какие частые вопросы у наших клиентов, которые приходят и используют наши частные облака? Очень частый вопрос. Условно, у нас 400, более 1000 серверов, но мы не знаем, сколько у нас всего доступных ресурсов. Мы не можем прогнозировать закупки, мы не можем нормально вести учет. Казалось бы, какой-то действительно странный вопрос, но тем не менее он очень распространенный. И мы, да, отвечаем, что наша система, то есть наша система мониторинга, которую мы поставляем в коробке вместе с частным облаком, действительно показывает, в каком ЦОДе какая доступна инфраструктура, насколько она загружена, и клиент всегда может увидеть, допустим, если где-то загрузка инфраструктуры составляет 80-90%, то это достаточно такой алард для того, что нужно пойти и подумать, как бы закупить оборудование, да, и увеличить там мощность. Далее. Мы понимаем ценности облачной инфраструктуры, но у нас большие требования к IT-безопасности, и облака не могут их обеспечить. Это стереотип. То есть давным-давно уже прошли те времена, когда создавались на базе просто ЦОДов некие небольшие облачка, помимо колокейшн предоставлялись такие услуги. Сейчас публичные операторы облаков, они полностью сертифицированы. Мы ежегодно проходим аудиты, то есть независимые аудиты. В том числе мы обеспечиваем в нашем публичном облаке соответствие ФЗ-152 в части хранения персональных данных, мы также можем поставить любое дополнительное СЗИ, если у клиента есть требования по обеспечению уровня угроз УЗ-2, УЗ-1, то есть по умолчанию мы обеспечиваем УЗ-3. Но также есть некоторые клиенты, у которых требование такое, что нужно обеспечивать УЗ-2, УЗ-1. Мы это с удовольствием делаем, поэтому бояться этого не надо. Некоторые наши проекты берут ресурсы, но не используют. В то время, как другие ждут неделями, пока доедет заказанное оборудование, чтобы запустить свой проект. Это довольно частое явление. И как раз внедрение системы биллинга позволяет дисциплинировать внутренних заказчиков. Условно, приходит, когда новый проект, новый пилот разворачивается, пилоты развернули, потом закрыли, орудование не вернули. Оно так и стоит где-то на балансе у конкретного проекта. То есть в облачной парадигме, вообще и в логике работы такого быть не может никак. Потому что отменилась потребность в инфраструктуре, заказчик останавливает виртуальную машину, соответственно, системный администратор видит, что освобождены ресурсы, значит, их можно предлагать другим клиентам. Хотим перейти на микросервисную архитектуру, пробовали использовать Кубернетис, либо пробовали использовать Хадуп-кластеры, самостоятельно это все разворачивали, но у нас не работает. Зачем делать это внутри компании, если можно это отдать специально обученным людям? То есть развертывание Кубернетис или Хадупа, или тем более каких-то кластеров машинного обучения, это достаточно трудоемкая задача, требующая специфических знаний и требующая ресурсов человеческих для того, чтобы это преднастроить. Поэтому у нас это все есть из коробки, и мы действительно сокращаем ваше время на подобные вещи, необходимые что-либо делать руками. Далее. Итак, несколько резюмируя, что такое частное облако от Mail.ru Cloud Solutions. Это российское ПО, ПО, которое зарегистрировано в российском реестре программного обеспечения, то есть это что означает, что по условиям текущего года наши клиенты, покупая лицензии, они не платят НДС. В противном случае НДС бы возникал. позволяет централизовать использование оборудования и утилизовать эти ресурсы, самостоятельно предоставляет возможности администрирования, предоставляет возможности внедрения корпоративного подхода точно так же, как у публичных провайдеров Pay-to-Go. Важным моментом отмечу еще то, что мы не предполагаем то, что за нами идут какие-то вендоры со своим аппаратным железным комплексом. Мы можем устанавливать программное обеспечение на абсолютно любое ваше оборудование, даже может быть то, которое вы даже считаете чуть морально устаревшим, но которое хотели бы переутилизировать. То есть какие-то требования по оборудованию, спецификациям, мы их предоставляем всегда. Соответственно, на базе этих требований любой вендор, любое оборудование мы используем. Мы замечаем у наших заказчиков, что ТСО снижается примерно на 40% по сравнению с западными платформами. И как мы говорили про историю, связанную с моделями трансформации, снижение издержек, оно требуется и является одним из основных треков на пути компании в сторону трансформации. Мы предоставляем полный набор инструментов девопса в области IoT, в области машин-клеунинг и, конечно, сокращение сроков запуска пилотных проектов позволяет компании двигаться быстрее, тестировать гипотезы быстрее, выходить на рынок быстрее. Далее. Как мы действуем? То есть, когда клиент у нас решается, что он хочет иметь у себя в контуре частное облако, мы создаем архитектурную схему, она достаточно кастомизированная, очень часто кастомизированная под задачи клиента. Мы создаем, собственно, сам проект, то есть описываем проект, создаем техническое задание совместно клиентам, то есть мы просто говорим вот коробочка и вот как есть, ее нужно поставить. Это всегда практически кастомизированная история. Наша команда производит установку компонентов на оборудование заказчика, настраивает мониторинг, настраивает какие-то специфические средства по обеспечению безопасности, наша команда Mail.ru предоставляет техническую поддержку, наша стандартная техническая поддержка предполагает регламент 8 на 5, но мы также можем обеспечивать расширенную техническую поддержку, в том числе и брать на себя поддержку второй линии, если у клиента есть такая необходимость. Мы умеем уже делать интеграции с корр-системами заказчика с Эктик-директори, с ЛДФС, с ITSM, с Microfocus, CMDB, ArcSight и прочими, то есть уже есть предподготовка по интеграции по API. Ну и про СЗИ я сказала, то есть все зависит от требований ваших отделов по безопасности. Если такие требования есть, они формализованы, то есть мы это учитываем изначально в момент проектирования, создания архитектурных схем, и соответственно, мы уже предоставляем вам целевую реализацию продукта. Далее. По лицензированию. Что заказчик у нас оплачивает? Есть в наборе компонентов частного облака три типа инструментов. Это сами вычислительные серверы, мы называем их Compute Notes. Это серверы хранения СДСа и объектные хранилища. Но кроме этого, есть еще некий набор оборудования, которое обеспечивает управление облаком. Это деплой ноды, это ноды мониторинга, это ноды, на которых стоят еще и средства информационной безопасности. Поэтому лицензируются только вычислительные серверы, хранилища и объектные хранилища. При лицензировании происходит на основании каждого отдельного сервера. Мы не тарифицируем никак виртуальные машины. То есть сколько угодно вы можете потом создать виртуальных машин, мы лицензируем только физически используемые и эксплуатируемые серверы. Плюс набор платформенных серверов, который также уникален для заказчика. То есть, допустим, не всем нужны, конечно же, платформы интернета вещей, либо какие-то сложные вещи, связанные с машинным обучением. В этом случае заказчик может выбрать для себя, допустим, базу данных, которая чаще всего используется в компании, может выбрать Kubernetes для создания отказоустойчивых приложений. И, допустим, Marketplace для того, чтобы туда устанавливать свое собственное программное обеспечение либо программное обеспечение от вендоров, другое лицензионное. Поэтому набор этих платформенных сервисов тоже уникален для каждого клиента. Далее. Итак, в нашей команде сейчас работают на самом деле высококлассные инженеры. Честно скажу, что для нас это огромная всегда задача искать нового человека DevOps на российском рынке, который бы имел хороший опыт и экспертизу в развитии open source и open stack продуктов. И на сегодняшний день уже у нас в команде более 100 человек разработчиков. Мы им и гордимся, стараемся их никуда не отпустить. Возраст продукта уже три года. За это время было более 25 мажорных обновлений платформы. Каждый квартал выходит мажорное обновление и каждый месяц выходит минорное обновление. Да, важно еще сказать, что мы поддерживаем, то есть в рамках поддержки третьей линии для своих клиентов мы обеспечиваем мажорные обновления постоянно. Но в какой-то момент клиент может даже захотеть вырастить у себя собственную экспертизу работы с open stack и допустим отказаться от наших обновлений, выбрав свою собственную ветку развития и начав самостоятельно создавать какие-то сервисы. И у нас есть такой, кстати, клиент, к сожалению, не из вашей отрасли, это ритейл, компания X5 Retail, которая использует у себя сегодня частное облако, более тысячи человек пользуются нашими сервисами, то есть системный администратор, да, и девопсы. И в какой-то момент компания решила, что будет самостоятельно развивать какие-то направления. Например, самостоятельно делать DNS как сервис, да, или load balancer собственного производства, которые бы еще лучше соответствовали требованиям их инфраструктуры. То есть такое тоже вполне возможно, поскольку это open stack, это значит, что любой человек может им воспользоваться при знании технологий. Далее. Это наши основные партнеры, то есть первыми клиентами, которые стали использовать частное облако, стали компания Greenatom, которая предоставляет частное облако для всей корпорации Росатома, для всех внутренних заказчиков, и компания X5 Retail. Сегодня проходит огромное количество пилотов, огромное количество тестов в самых разных отраслях, поэтому мы будем рады увидеть вас тоже в числе своих клиентов, и будем рады вам предоставить нашу экспертизу. Следующий слайд. Вы можете обращаться ко мне напрямую, либо можете запросить контакты потом администраторов. С удовольствием вас проконсультируем, организуем встречи с нашим архитектором по частному облаку, и будем рады вам предоставить, в том числе в режиме пилота, использование на какой-то краткосрочной основе. Евгений, спасибо, вам не так помогли с навигацией? Мария, я старался как мог. Это очень забавно, когда технологическая компания говорит про наши космолеты, вот такие сложные какие-то истории, при этом вот такая происходит. Мы свалим это на зарубежного вендора Zoom. Они не смогут отбрехаться. Мария, на самом деле есть несколько вопросиков к вам от аудитории. И первый вопрос касается вашего опыта в нефтегазовой отрасли. Кто работает и по каким проектам? Кто работает и по каким проектам? Имеется в виду название компании? Давайте так, расскажите, какие компании в нефтегазовой отрасли работают с вами и по каким проектам? С нами работает достаточно большое количество компаний по разным проектам, в том числе в нефтегазовой отрасли. Наверное, Роснефть или Газпромнефть это основные имена, которые знают все, которые не только пилотируют или используют уже у себя частные инсталляции, но также к нам приходят и за другими продуктами, поскольку Mail.ru в B2B направлении сейчас обросло такими интересными вещами, как, например, цифровой ассистент, который позволяет собирать из внутренних систем информацию, транслировать это либо внутренним сотрудникам, либо внешним клиентам заказчиков. Потом интересные есть проекты в области тарантула, которые позволяют обрабатывать большое количество данных, про которые я сказала, на ядро процессора. есть такие истории, как налоговый мониторинг, то есть это тоже автоматизированная система, поэтому обращайтесь, пожалуйста, контакты есть, я с удовольствием расскажу про все продукты, которые сейчас есть у Mail.ru состали, и даже могу вам подсказать и дать какие-то лайфхаки по использованию и рассказать про кейсы. Уже сейчас есть еще один вопрос, как продолжение от текущего, какие параметры по уровню доступности облачной платформы прописаны в SLA? Смотрите, уровень доступности облачной платформы, если мы говорим про публичное облако, это 99-95%, да, отдельные сервисы в облачной платформе это 99-99 и много девяток после запятой, да, то есть есть отдельные сервисы, которые отличаются по своему SLA от стандартов, от стандартной инфраструктуры, но если говорить про частное облако, мы не являемся, то есть не держим же ваше оборудование, мы его не администрируем и не эксплуатируем, поэтому условия SLA такие как в публичном облаке в данном случае не применяются, то есть мы работаем по SLA согласно условиям регламента технической поддержки вендора, собственно, реагируя на какие-то критические инциденты в определенное время, то есть наша реакция на какую-то аварию это 15 минут, да, то есть соответственно если что-то происходит внутри у вас на оборудовании, что-то случилось с сетями, вышло из строя какой-то сервер, то есть вот эти вот вещи, то есть то, что связано с аппаратным комплексом, всегда на стороне клиента, поэтому мы предполагаем, что клиент сам формирует у себя и обеспечивает первую линию поддержки данного решения, мы проводим комплексное обучение для того, как администрировать это частное облако, и обучение занимает 10 рабочих дней, то есть проводится и теоретическая, и практическая часть, мы предоставляем все руководства пользователей и администраторов, соответственно, это достаточно интересный процесс, как потом клиенты формируют у себя базу, такую экспертизу, отделы, которые полностью погружены в OpenStack, и очень часто начинают с нами, кстати, спорить, это тоже, в общем-то, одно из хороших показателей трансформации, когда компания начинает трансформировать свои отделы, и системные администраторы, которых принято считать такими людьми, полностью погруженные в железные части, вдруг начинают рассказывать, как писать код на питоне. Так бывает. Коллеги, я призываю наших коллег, наших участников и спикеров сессии, Алексея Сергея, включиться, давайте, скажем так, продолжим эту дискуссию уже совместно, коллегиально, и, кстати, еще один вопросик касательно, он адресованный Марине, Марине, прошу прощения, господи, я немножко поговорился, возможно ли использовать облако с аналитическими функциями для создания стратегического САЦ при условии интеграции с технологическими сегментами? Вот такой момент. Для создания стратегического САЦ, да, это как раз частично мы уже сегодня обсуждали в рамках презентации моих коллег, то есть облако с аналитическими функциями, то есть которое представляет из собой действительно, что такое аналитическая функция в облаке? Это некие платформенные средства, да, это ПААС средства, кастомизированное под создание программного обеспечения, которое мы бы вам говорили, вот есть программное обеспечение в облаке, которое предназначено для решения конкретной задачи. Мы даем исключительно инструменты, которые дальше составляются в нужный вам пазл для решения той или иной внутренней задачи. Мы вам сюда вас удовольствием проконсультируем, какие решения были созданы с использованием наших ПАС-сервисов уже в периметре конкретных наших клиентов. Спасибо.